усадьба быкова реже марина я ехала с севера москвы чтобы там побывать не впечатлила усадьба разваливается скамеек нет пруд не чистится кратонде не попасть мостика нет указателя к владимирской церкви нет пришлось у местных спрашивать так бы не нашла рядом с усадьбой самодельная спортплощадка из старых шин ребята волейбол играют интереснее было до нее на велосипеде добираться усадебный комплекс находится в парке подмосковного села быково выдающийся образец русской архитектуры и садово-паркового искусства эпохи императора николая первого но это все и было в эпоху императора николая сама усадьба имеет длинную историю она сменила несколько владельцев из знаменитых российских фамилий воронцовы дашками измайловы согласно некоторым источникам первое упоминание селе быково находится в духовной грамоте дмитрия донского завещание составленном перед куликовской битвой по другим сведениям о селе впервые сказано во времена ивана грозного в документах после захвата казани история-то длинная но видимо на нашем поколении она и закончится грустно такое говорить но это правда большинство подмосковных усадьб с богатой историей находится на грани кончины и эту усадьба не исключение дворец и территория парка находится в запустении поддерживаются только силами местных волонтеров этимология считается что название села быково произошло от скота прогонного пункта который когда-то находился в этом месте на ее лугах откармливали скот перед перегонкой в москву по другим данным скот забивали и столицу отправляли уже разделанное мясо усадьба быково теперь войдет в историю и как участник в шоу программе подсанки шестой сезон и там был ведущий михаил митин с которым я проработала много лет в городе санкт-петербург а сама лара шум участвовала в пятом сезоне пацанок в первой серии вот так вот интересно иногда бывает и неожиданно но теперь это тоже история усадьбы быково а